Как Беларусь отвечает на западные санкции? Наша страна вошла в топ-10 самых депрессивных государств, а Гомельчанка променяла шестерых детей на длительные загулы. Ее лишили родительских прав. 13 марта на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мать года. Гомельчанка променяла шестерых детей на длительные загулы. Теперь ничто не будет мешать даме отдыхать, ведь суд лишил ее родительских прав. В суд обратился муж Гомельчанки. Он много работал и не отказывался от дальних командировок. В это время его супруга вела достаточно фривольный образ жизни. Часто и надолго уходила из дома, иногда на несколько дней. Дети были предоставлены сами себе. Терпение мужчины лопнуло после того, как супруга ушла из дома 24 декабря и больше не появилась. Дети увидели маму лишь в первых числах марта, в зале судебных заседаний. В настоящее время многодетный отец оформляет отпуск по уходу за ребенком. И, как по мне, мужчина поступил абсолютно правильно. В Мозорском магазине так устали, что на кассу любители попробовать товар приносят только фантики, что оставили для покупателей предупреждение. Как пишет онлайнер, фото необычного объявления им в редакцию прислала читательница. В нем покупателям запрещают пробовать продукты, пока они не заплатили за них. Фото сделано в супермаркете в Мозорском торговом центре Бобровский. «Я никогда такого раньше не видела», — спросила у кассира, почему так сделали. Она сказала, что раньше часто на кассу приносили одни фантики, — рассказала девушка. В объявлении магазин ссылается на правила розничной торговли и статью 461 Гражданского кодекса. Покупки до момента оплаты должны находиться в корзине и тележке, а не в личных вещах покупателя. Но, как выяснилось, подобная просьба магазина более чем правомерна. По словам юриста Татьяны Ревинской, если вы не оплатили товар, это собственность магазина, поэтому пробовать его нельзя, пока вы не рассчитались на кассе и не получили чек. Городской субботник пройдет в Гомеле 16 марта. Поработать на благо родины приглашают всех желающих. Об этом сообщает телеграм-канал Владимира Привалова. Благоустраивать город будут в каждом районе Гомеля. Средства, заработанные на субботнике, направят на благоустройство доски почета Гомеля, а также укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, подчеркнули о власти. Гомельчанам тоже предлагают участвовать. Не обязательно куда-то идти. Можно убрать у себя во дворе. Обещают, что весь необходимый инвентарь вам выдадут. В Гомельской области стартовал сезон березового сока. Вот сколько будет стоить напиток. Как пишет Правда Гомель, запастись соком можно двумя способами. Заготовить самостоятельно, либо купить. Для этого нужно обратиться в лесхоз или лесничество. Специалисты покажут, участки, где можно бесплатно и без вреда природе получить березовый сок с соблюдением всех правил. Заготавливать напиток можно исключительно под контролем работников лесной охраны. Если хотите купить сок, то знайте, что его будут продавать во всех лесхозах и лесничествах области, кроме ветковского и норовлянского спецлесхозов, а разливать в тару покупателя. Цены порадуют. За литр заготовленного сока придется заплатить от 14 до 19 копеек, за покупной от 18 до 30 копеек. Когда до беды оставались считанные сантиметры, в Мозыре водитель едва не сбил двоих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. На днях в Мозыре под колесами иномарки едва не оказались двое маленьких пешеходов. Инцидент попал на видеорегистратор одного из водителей. На ситуацию обратили внимание сотрудники госавтоинспекции. Выяснилось, что за рулем был 32-летний водитель. Проезжая по улице Ульяновской в Мозыре, он проигнорировал красный сигнал светофора и чуть не сбил двух детей, переезжающих проезжую часть на самокатах. Лихача за создание аварийной обстановки и невыполнение требований сигнала светофора привлекли к административной ответственности. Ответ санкциям. Совмин ввел налог 25% по дивидендам компании из так называемых недружественных стран. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. В документе указано, что по 31 декабря 2026 наша страна приостанавливает исполнение положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Уточняется, что период такой меры может быть сокращен при условии обстоятельств, послуживших основанием для ее применения. Еще срок могут сократить по предложению Министерства по налогам и сборам. Отмечается, что ограничение в сфере налогообложения для организаций из недружественных стран белорусские власти вводят в ответ на западные санкции. Беларусь вошла в топ-10 самых депрессивных стран. Об этом говорят данные исследования, которые провел портал CountryCasset. Согласно рейтингу, наша страна занимает восьмую строчку в рейтинге с показателем 5,6%, а это 510 тысяч человек с выявленной депрессией. Такая же доля грустного населения у Финляндии и Литвы. В России депрессуют 5,5%. Это одиннадцатая строчка рейтинга. Самые грустные люди, по мнению CountryCasset, живут в Украине. Там этот показатель составил 6,3% населения. Как часто можно есть лапшу быстрого приготовления без вреда для здоровья? На этот, безусловно, важный вопрос ответили медики. Они говорят, что главная беда такой пищи – это высокий уровень натрия. Из-за него может шалить сердце, а еще там мало питательных веществ. С учетом этих факторов медицинские эксперты рекомендуют ограничивать употребление лапши быстрого приготовления до одной порции в неделю. Они также советуют добавлять к продукту свежие овощи или белок для улучшения питательности блюда. Быстрый перекус может быть исключением, но не правилом. Субтитры стал estuddes.